Как баски проводят свои выходные дни? Да, очень весело. Есть у басков такая традиция, называется квадрилье. Это компании друзей, которые формируются еще в школьный или в студенческий период и идут этими компаниями через всю жизнь. Вот в такую одну из компаний из Бильбао меня и пригласили. Остановились мы в домике. Этот домик находится на юге Риохи, в городке Орденильо. И этот домик предназначен специально для выходных дней. Ну, такая вот дачка для проведения девичников или каких-нибудь праздничных дней, как в этот раз, поскольку собрались мы все по поводу празднования 62-летия хозяйки этой дачки. Красивый дом в горах, с террасами, с грилем, древнейшие оливковые деревья. Даже есть свой бассейн. Прежде чем приступить к пиршеству, естественно, прогулка, чтобы познакомиться с городом. Ну, мы немножко сначала полазили по горам, посмотрели на город, который вот называется Орнедильо, со стороны. Такой небольшой, мало кому известный городок. Здесь вот такая башня епископа, которая стояла. Вот, видите, внизу дорога, и с этой башней можно было наблюдать все, что происходит на дороге. Небольшой исторический центр. Красивая церковь. Внутри тоже зашли, посмотрели ее. А вот это вот такая вот постирочная древняя, где женщины собирались по выходным дням, стирали белье, перемывали косточки соседям своим. И вот сейчас это как такой туристический объект в городке. А это мельница, на которой делали оливковое масло. Сейчас это просто туристический маленький такой объект. А это вот непосредственно пресс, на котором отжимали оливковое масло. И, видите, вот эти вот все пласты были фильтром для очищения масла. Природа здесь прям как у меня на родине, на Кубани. В мае месяце цветут ирисы, сирень. А здесь вот люди купаются в термах. Это место знаменито своими термальными источниками. И здесь большая водолечебница. После прогулки мы отправляемся сразу на Фиесту. Какая же Испания без Фиесты? И какой сбор компании без Фиесты? И посмотрите, где мы собираемся. Это пещера. В этом городке у некоторых семей, помимо домов и квартир, есть еще и свои пещеры. Вот в такой пещере здесь всегда друзья и собираются. Если идет дождь или снег, то стол ставится в самой пещере, где температура одинаковая круглый год, плюс 13 градусов. Но все равно, как видите, кондиционер здесь на всякий случай хозяевам повесили. Но поскольку в этот день выдалась прекрасная погода, то сбор у нас был на улице. А это еще одна соседняя пещера, принадлежащая одному из членов этой же компании. И тут у нас уже священодейство. Из бочки пьем молодое вино собственного производства. Кстати, впервые молодое вино мне понравилось больше, чем выдержанное. Да что там, вообще мне просто первый раз в жизни понравилось молодое вино. И я поняла, что это и есть секрет молодости этих друзей. Затем мы приступили к дегустации выдержанного вина. И видите, выдерживали его не в бочках, а в таких вот больших бутылях. Вот так его надо дегустировать. Это наши веселые девчонки. И еще один мастер-класс от именинницы, который и исполняется сегодня 62 года. Как правильно пить вино. Ну и я второй раз в жизни пью из этого кувшина вино. Как-то в этот раз не очень оно у меня зашло. Не надо меня снимать, не надо. Это уже более опытный специалист. Профессор университета. Ну и самое главное, застолье. По самым добрым риаханским традициям на виноградной лозе мы жарили бараньи ребрышки и дальше веселились. В общем, все как всегда у испанцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и какой же день рождения без праздничного тортика? Свечки забыли купить, поэтому импровизировали из веточек розмарина, которые я насобирала для жарки баранины. Главное, что весело, а остальное все условности. Свечки забыли купить, поставьте иди-покарнер... Свечки зас Wannau и прижа кюле ехали. Свечки забыли купить, conceal с Wella у меня фелизид. И, конечно же, танцы до упада, пока у всех еще оставались силы. Вот так весело проводят свои выходные дни баски. А как вы проводите свои выходные? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!